Всем привет! Начинается у нас челлендж «Начать не начать». Проводим мы его вместе с Леной в этом месяце. Так что не забывайте, внизу под видео будет ссылка на видео Лены. Если вы еще не видели, то проходите, конечно же, и смотрите. Выбрала я четыре раскраски на начинание. Посмотрим, что у меня из этого получится. Если вдруг у меня появится желание начать какую-то другую, я сделаю включение и обязательно покажу. Раскраски все новые. Буду стараться раскрасить как минимум в трех. И если получится раскрасить по две иллюстрации, то очень буду довольна этому. Так что начинаю с такой вот раскраски. Хочется и какие-то вот такие. Тут, наверное, узор какой-то. Разнообразные иллюстрации в этих книгах. Тут и узоры, и люди, и цветы, и природа, пейзажи разнообразные. И мандалы. Все, что хочешь в этих сборниках. И мне очень нравится. Так, буду начинать. Так, следующее. Хочу начать китайский гороскоп. Из этой серии у меня две раскраски. Но решила в этом месяце начать именно китайский гороскоп. Все символы года. Новенькая еще абсолютно. Не определилось, что именно я буду раскрашивать. Но есть иллюстрации, которые хотелось бы вот прям сразу-сразу и начать. Посмотрим. Посмотрим, что начну. Хочется две, как я и говорила, раскрасить. Ну, а там уж как получится. Не знаю. Здесь практически все они односторонние иллюстрации. Есть несколько на разворотах. Но в основном односторонние. Ну, классные иллюстрации. Следующая тоже новинка у меня. Антистресс мандала. Стоит изображение новинка. Прям буквально вот недавно. Я ее приобрела. Я не знаю, вышел ли уже обзор или выйдет чуть позже. Я тоже, когда покупала эту книгу, видела только вот на Валберис, там три или четыре было образца. Вот по ним и купила. Хочется, чтобы было пролистывание и знать, что покупаешь. Прошу прощения за посторонние звуки. У меня тут котенок. Вот. И посмотрим, что я выберу. Книга новая. И у меня очень много гелевых ручек, которые я хотела бы завершить. И как раз вот эту раскраску взяла для этих целей. Потому что бумага плотная. И должна выдержать ручки, чтобы они не протекли. Новенькая у меня тоже женская намеренная семья. Раскраски аффирмации. Тоже не знаю, вышел ли уже обзор. Или выйдет чуть позже. Но обзор сняла. Книга мне очень-очень понравилась. Она мне близка по духу, можно так сказать. Тут все связано с семьей, с детьми, с родителями. Тут и природа, и разнообразные какие-то такие, вы знаете, семейные ценности. Короче говоря, книга просто невероятная. Здесь еще очень душевные стихи, аффирмации. И я просто с удовольствием хочу здесь раскрашивать. Буду раскрашивать, скорее всего, подложку делать акварельную и дорабатывать карандашами. Здесь написано, что для маркеров и фломастеров плотная бумага. Ну, не знаю, может быть что-то и вот есть где односторонне. Но все-таки стих не хочется портить маркерами. Ну, я посмотрю, как что будет выходить. Детки с братиками, сестричками. Конечно, это очень-очень здорово. Новорожденные, малышки. Короче говоря, все такое. Так что с удовольствием начну эти книги. Если получится, начну все четыре. Не получится, начну как минимум три. Ну, а мы с вами встретимся чуть позже. Ну, еще раз всем привет. Закончился челлендж. Начинаем неначатые раскраски. Напоминаю, мы его проводим вместе с Леной. Внизу под видео будет ссылка на видео Лены. Так что проходите, смотрите, что раскрасила Лена, если вы еще не видели. Так, у меня получилось начать четыре раскраски, как я и планировала. И раскрасилось у меня пять иллюстраций. Давайте же смотреть. Начала я раскрасочку по номерам. Очень мне нравится серия таких раскрасок. И здесь я раскрасила вот такую иллюстрацию. Закатное такое небо. Раскрашивала и фломастерами, и спиртовыми маркерами. Мне нравится, как получилось. Вообще, я люблю такие вот пейзажи. Именно с такими вот цветами. Следующее женское намерение семья. Это последнюю иллюстрацию, которую я раскрашивала по этому челленджу. И здесь выбрала вот такую иллюстрацию. Фон акварелью. Остальное все раскрашено карандашами. Не стало сильно затемнять ни кожу, ни одежду у ребятишек. Братик с сестренкой. И здесь младенчик. Младенчик, не знаю, непонятно, кто. Мальчик, девочка. Сделала так нейтральный. Такой желтенький комбинезончик. Человечка. Такого. Получилась, кстати, хорошая бумага. Акварель не протекла вообще ни капельки. Вот здесь вот у меня акварель. Гранулирующая. Не стала ничего там делать на фоне. Но я, когда я покупала эту раскраску, я и планировала раскрашивать именно акварелью. Так, антистресс мандалы. И здесь у меня две мандалы. Одна вот такая. Здесь у меня фломастеры и ручки. Блестит, переливается. Кстати, неплохо. Не протекли ни фломастеры, ни ручки. Бумага хорошая. И еще одна. Вот такая мандала. Здесь есть и карандаши, и металлик фломастер из фикс прайс, и ручки гелевые сплеском. Вот такая вот мандала. В этом месяце, возможно, еще какое-нибудь здесь раскрашу, потому что мне очень понравилось. Ну и последнее. Это в китайском гороскопе. Я хотела здесь раскрасить две. Но потом все-таки раскрасила одну. Потому что план взяла большой. И тут у нас еще и котик начался. И, короче говоря, решила, что одной будет достаточно. Здесь у меня вот такая иллюстрация. Раскрашивала ее карандашами, немножко маркерами. На фоне сухая пастель и цветочки белой гелевой ручкой все обводила. Вот такая вот у меня девчоночка с удовольствием пораскрашивала. Такие работы у меня получились в этом челлендже. Надеюсь, хоть что-то из моих работ вам понравилось. Ну а вам всем спасибо за внимание. Всего вам самого-самого наилучшего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok